И всем привет, ребят! С вами Мастер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен обзору нового замечательного устройства, которое у нас есть уже в магазине. Сегодня у нас уже есть новые замечательные обновления в игре. И сегодня мы вместе с вами протестируем устройство на гром, пульсар, которое стоит в спецухе за 20 тысяч танкоинов. Посмотрим, насколько хорошо оно себя покажет в матчмейкинге. Для меня лично это устройство может стать суперинтересным, которое я приобрету на своем даже основном аккаунте. Поэтому наша задача убедиться в том, насколько сильно это устройство, есть ли смысл покупки его. Ну и там уже даже сам я решу, буду ли я его покупать на своем основном аккаунте. Поэтому покупаем спецушечку. Я думаю, что мы на этом сочетании, которое только что приобрели, на нем и сыграем. То есть мы берем викинга грома, берем сразу же пульсарчик и берем... Так, викинг, 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 где у нас викинг, викинг, вот. Сразу скатаем, посмотрим, насколько жестко эта комбина себя покажет. По дрону мы сегодня будем использовать, конечно же, бустер. Я бы, может быть, использовал бы и кризис, но кризис это, можно так сказать, что-то донатное. Поэтому мы на него сегодня внимания обращать не будем. Сыграем на дефолтном бустере. Ну и посмотрим, насколько хорошо себя покажет это замечательное устройство. Что делает пульсар? Многие не знают работы этого устройства. Это устройство, которое за счет критического урона наносит все статус-эффекты. То есть поджог, пробитие, подавление и, конечно же, отключение расходки. То есть эйми. У вас есть возможность жестко контрить противника. Вопрос лишь только в том, насколько долго работают эти статус-эффекты на грамме и насколько долго или быстро вылетает этот критический урон. То есть если очень долго он копится и там за условных 10-15 граммов будет только один крит, то это, конечно же, будет плохо. Это будет печальненько. Но если наоборот, очень частые криты здесь у нас будут появляться, то я в свою очередь скажу, что этот гром будет точно, точно, 100% очень хорошо себя показывать. Также нужно не забывать, что у этого грома есть возможность сплэш на носа критического урона. То есть вы можете одновременно, если 2, может даже 3 танка стоят рядом, сразу же нанести сплэшом критический урон по нескольким танкам. И по всем ним пройдет крит, ну и все эти статус-эффекты, соответственно, сработают. Так, нас закидывает на тишину. Довольно удобная, наверное, карта для использования такого грома. По сути, это должен быть обычный дефолтный гром, только с критом пульсарчика, да, то есть с всеми статус-эффектами. Овердрайв я подобрал, осталось только этот овердрайв реализовать. По 1050 урончика у нас залетает с бустера. Это чуточку получается меньше, чем у нас залетает сейчас с кувалдой. Кувалда сейчас показывает тоже после обновления очень и очень хорошие результаты на громе. Но нас на пульсаре интересует количество критических выстрелов и сама, наверное, актуальность устройства, да, то есть насколько же жестко оно будет. Пока что я ни одного крита... Опачки! А вот и первый крит, хорошо. Только я хотел сказать, что я пока что ни одного крита не видел, как сразу же у нас криточек залетел. Так, ну и я пока что еще не нашел супер спота, где я могу прожать овердрайв. Да, то есть в теории там можно было слева прожать эту оверку, но там было немножечко рисково, и я решил ее подсейвить. Может быть сейчас мы ее прожмем и попробуем реализовать. Да, давайте, наверное, жмем. Ой, хорошо, сразу же первым выстрелом у меня сработал критический выстрел. Ну и за... Сколько тут у нас выстрелов? За, наверное, выстрелов 8 у нас был только один крит, и то был первый, который получается не... Не-не-не... Не под овердрайвом. Так, ну и пока что, если честно, критов маловато вылетает, я вам скажу. И я вам скажу, что критов вылетает маловато на рикошете, по ощущениям, при таких же кондициях критов будет больше. Будет больше. И, соответственно, если рикошет выдает больше критов, то он и будет поактуальней. Пока что меня не радует. Может быть я просто чуть-чуть невезучий, но пока что я здесь супер большого количества критов не вижу. Да, все статус эффекты это очень круто, это жестко, но пока что я не вижу прям такого дикого плюса от этого грома, чтобы я бы сказал, что это супер имба. Так, вот, крит вылетает, хорошо. Можно вообще посчитать, сколько громов надо выдать, чтобы у нас вышел крит. Раз, два, третье молоко, три. И меня уничтожают. То есть я, по сути, выдал три грома после крита. И все они были без дополнительного крита. На рикошете же бывает такая ситуация, что у вас вылетает крит, и через пару-тройку шариков вылетает следующий крит. Посмотрим с респа, сколько мне надо выдать. Оп, хорошо. С первого грома сразу крит. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Это очень хорошо. Так, раз, два, три. По нулевому урону тоже считаем, потому что это же были бы тоже критические. Четыре, пять. Пять. Выдал пять выстрелов, и у нас был только один крит, и то он был там в самом начале. Хорошо. Ну, пока я бы не сказал, что это жесткое устройство, честно. Я бы не сказал. Потому что по урону этот гром не наносит столь большого урона. Да, то есть если, например, у нас на кувалде нету критов, да, то здесь у нас якобы есть криты, которые наносят все статус-эффекты, да. Но возможность реализации ваших всех статус-эффектов, это тоже такой себе вопросик хороший такой. Хороший вопросик. Так, вот, например, сейчас залетел криточек. Ну, когда криточек заходит, то, конечно, все жестко. Все жестко реализуется, все четко залетает. Но вероятность и частота этих критов не такая большая. Соответственно, я бы не сказал, что это прям супер имбовая вещь. Если бы у нас каждый, например, там, каждый 4-5 граммов вылетал бы крит, но это было бы, наверное, очень достойно. А так, у нас есть моменты, когда криты очень редко вылетают. Ну и реализация моего овердрайва, конечно, оставляет желать лучшего. Здесь, к сожалению, не получилось ничего хорошего с ним показать. Ну, там, наверное, рисково было жать вообще, в принципе, когда два магнума сводятся в подъемчик. Но мы же-то любим порисковать. Нам надо такие вещи вытворять. Так, хорошо, критик залетает. Сразу за счет крита мы его убиваем. То есть здесь есть возможность сразу второго грома. То есть вы наносите громчик с хорошим урончиком и с пробитием, с отключением расходки, с поджогом. И следующий сразу добавляете, и следующим 100% уничтожаете противника. Потому что у него нет расходки, у него поджог. То есть у него нет возможности прожать еще дополнительно аптечку. И вы его просто сбриваете. То есть если у вас вылетает крит, то после крита у вас 100% есть возможность уничтожить противника. Это очень круто. Это прям даже не то, что круто, это очень хорошо. Так, ну и вот, видите, вот так вот, да? А, ну ладно, если тяжелый корпус, то не можем слить даже. Хорошо. Любой средний и легкий танк получается, только сливается. Хорошо. 18 килов для такой катки. И остается у нас 6 минут до конца. Ладно, пробуем. Пробуем, пробуем, пробуем. Пробуем сейчас влететь через лево. Пробуем влететь через лево. И прожать овердрайв. Выжимаем. Полетели. Хорошо. Хорошо. И еще добавить по димончику. Блин, по димончику не залетело. Добавляем. Ну и не сливаем. 22 килла. 5 минут у нас остается до конца. До срочки, я так понимаю, что у нас в этом бою замечательном не будет. Ну и уже после катки подведем итоги этого грома. В принципе, мое мнение уже сложилось по этому грому. И я скажу, что я думаю. Что я думаю по поводу него. Ну и возможно. По моему совету вы уже сами тоже поймете, стоит ли вам его приобретать. Потому что я уверен, что многие... Ой, хорошо, критик залетел. Потому что я уверен, что многие... Готовы купить этот спецпак. Ради этого грома. Как и я хотел приобрести. Поэтому... Можно будет уже какую-то свою определенную позицию по этому поводу высказать. Так, но для начала нам надо бы выиграть. Может даже постараться выиграть досрочно. Эту катку. Я, конечно, овердрайв центральный не контролю. Там, кстати, критик хороший залетел сейчас. По противничку. Если бы мы сейчас еще бы овердрайвы контролили, то можно было бы вообще быстро здесь кушить по красоте. И сделать эту контентовую темочку супер быструю. Так, хорошо. Три точки и сразу добивочку. Контентовую. Делаем. Можно было бы, конечно, здесь свои овердрайвы попроживать. Посмотреть, как быстро будет работать этим игром. С овердрайвами. Ну ладно, не будем этим делом заниматься. Хотя, в принципе, в теории это можно было бы сделать. Но мы и так хорошо чувствуем эту каточку. Но тут особо эти овердрайвы и не нужны. Так, первый выстрел есть. Второй на добавку. Третий. Хорошо. Уничтожаем противника. Четвертым сразу критом крит. Залетает у нас вкусный. И я не уношу даже типочка. То есть я выдал ему крит. Он то ли успел аптечку прожать. То ли я его просто не ваншотнул. То есть у него хватило хпфки, чтобы просто подсейвиться. Падает дроп в овердрайв. Харечек забирает его. Блин, зачем харьку этот овердрайв? Я не понимаю. Такие молодые люди забирают овердрайвы. Которые с этого овердрайва, мне кажется, вообще ничего не сделают. Так, по поводу сплэш урона. Сплэш урон есть, но ни одного крита за такую катку с критом. Сплэш крита, короче. Я не нанес. Соответственно, это будет, может быть, работать где-нибудь в осаде. Где-нибудь в контроле точек. Но, вот, например, в ТДМ-очке, к сожалению, таких прям супер моментов я не увидел с реализацией этого. О, криточек залетел. С этого замечательного грома, да? Так, добавляем еще. У меня появляется овердрайв 2 минуты до конца. Там противник прожимает еще диктатора овер. Ну, и сейчас нам надо просто заехать через лево. Я думаю, сразу ужарить овер. Постараться его реализовать. Только надо вот эту Теслу добить. Как-то. Она будет меня сейчас кошмарить. За счет этого замечательного шарика. Плюс еще там магнумы через верх. Магнумы, конечно, сейчас супер бесячие. Прям супер. Я, конечно, резист от них не беру. Хотя можно было бы здесь переодеться взять. Но магнум очень, очень бесячая пушка стала. Ее, конечно, поднерфили. Сделали сплэш урон поменьше. Сделали не такой бешеный, который был. И сейчас я надеюсь, что этих магнумов в матчмейкинге станет меньше. Но все равно, даже при такой ситуации, баланс магнума сейчас довольно-таки неплохой. Довольно-таки неплохой. На нем все так же можно эффективно играть. Наносить большое количество урона. Но уже только не с таким большим количеством сплэш урона. Так, мне надо как-то сливать этого молодого. И стараться прожимать овер. Потому что если я не возьму здесь овердрайв за минуту, это будет печально. Мне надо его где-то прожать. Справа? Справа можно заехать справа, да, наверное. Либо особо у меня не получается его вжать. Там уго, наверное, заедем через справа. Либо мы просто давайте прожмем тут овердрайв. Я вижу трех противников. Прожимаем. Ну и добавляем еще по четвертому. Пойдет, в принципе, более-менее. Более-менее неплохой овердрайв. Не сказать, что, конечно, великолепный. Ну и теперь на Викинге тоже не так просто эти хорошие овердрайвы прожимать. 35 киллоп у нас получается за такую вот матчмейкинговую катку. Ну и что я могу сказать? Что я вам могу сказать по поводу этого грома? Он определенно хорош. Определенно хорош. Все статус-эффекты сразу за счет крита. Это очень круто. Это в моменте может очень жестко законтрить противника. Где-нибудь в командных боях. Это 100% будет работать. И поможет вам. То есть даже такую комбинацию можно использовать. Но количество критов не такое частое. Соответственно, возможность реализации этого грома не является супер жесткой. То есть если сравнивать этот гром с рикошетом, то даже с тем учетом, что гром более дальнобойная пушка, а рикошет средняя и ближнебойная пушка, рикошет в этом плане мне кажется более актуальным. И в матчмейкинговых реалиях вы практически всегда будете все равно играть на средней и ближней дистанции. Потому что и карт супер больших не так много, где вы будете играть. То есть у вас будет возможность постоянно сближаться и наносить урончик. Соответственно, я лично вам могу сказать, если у вас нету больших возможностей, как например у меня на моем основном аккаунте. То есть у меня есть возможность купить это устройство. Но я для себя, например, сейчас после этого теста понимаю, что это устройство, которое я не буду покупать. То есть оно хорошее, но не настолько жесткое, чтобы я его приобрел. То есть количество критов не такое большое, но оно будет работать и оно будет эффективно. Поэтому если у вас есть возможность, вы можете приобрести себе это устройство, оно вам пригодится. Вы будете троллить противника где-то даже в командных боях, если вы играете, оно вам поможет. Но на дистанции с тем раскладом, что у нас мета меняется очень часто, этот гром не является супер-мега жестким бой. То есть это средний гром, который может сработать против противника более сильного, но против обычного матчмейкинга как такового смысла в его использовании, я считаю, что нету. То есть можно сейчас взять кувалдочку, она будет более жесткая. Да, без критов, но она будет наносить большее количество урона. И даже то, что у вас там раз в 5-6 выстрелов не будет этого крита, это не будет помехой для того, чтобы уничтожать противника. То есть вы можете спокойно на громе с кувалдой наваливать, и у вас будет все хорошо получаться. Но если есть возможность, приобретите это устройство. Я думаю, что вы кайфанете, поиграете и пофармите. Поэтому как-то так пишите, что вы думаете по поводу этого грома. Согласны ли вы с моей точкой зрения, что он не является прям супер-мега жестким бой, но является неплохим. Поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунте кейс, снизу. Мой личный тег это тегтимпэй. Устанавливайте его, поддерживайте меня, ну и участвуйте в розыгрыше на миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов, которые проходят прямо сейчас. Все информации по розыгрышу есть в описании. Поэтому переходите и участвуйте. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok